Добрый день! В эфире «Женский портрет». У нас в гостях наша соотечественница, певица, лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивателей, основатель и руководитель школы вокального мастерства «Звезда», музыкальный продюсер Хайкуги Архаджанян. Добрый день, Хайкуги! Спасибо, что приняли наше приглашение. Добрый день! Благодарю за приглашение! Очень рада участвовать в вашей программе. Хайкуги, вы окончили музыкальную консерваторию в Ереване, потом вернулись в Россию. Как продолжилась ваша деятельность после возвращения? В Россию я вернулась в 2015 году. В Армении я была с 2008 до 2015, собственно. Когда я вернулась, вернулась я зимой, найти работу было уже сложно, поэтому что делать? Надо было работать. И недолго думая, я решила, что почему бы мне не открыть свою собственную студию и преподавать свою школу вокала. Спустя месяц я нашла помещение и уже открыла школу. Сначала был один ученик, потом два ученика. На сегодняшний день у меня их уже 20, которые регулярно уже постоянно ходят, которые участвуют на конкурсах, на кинофестивалях. Мы уже участвуем с клипами этих детей. И могу сказать, что я ничуть не пожалела, что тогда я открыла школу. Вы организатор концертов, посвященных памяти гидоцида армян, которые состоялись в России и в Армении в 2015 и 2016 годах. Есть ли у вас совместные проекты с Арменией и насколько тесно вы поддерживаете связь с Родиной? Ну, связь у меня никогда не оборвется, потому что у меня там родные. С концертами я пока не езжу туда. Когда я училась, во время учебы, конечно, и концерты были, и проекты совместные с организаторами концертов были. Но на данный момент пока все проекты у меня связаны с Россией. Конечно, вот уже в этом году я решила, что нужно расширяться. И даже последний клип, моя последняя работа с моей ученицей «Отмените войну», которая называется, она именно была нацелена на это, чтобы выходить на международный уровень не только Армения, но и по всему миру. Посмотрим, как все получится. Вы также преподавали в армянской воскресной школе в Перми. Расскажите об армянской общине. Насколько она активно исполочена? В моей жизни появилась с 2006 года. Тогда я еще училась в училище, в Пермском музыкальном училище. И когда она раньше открылась, я немножко, чуть попозже там появилась, и предложила свои услуги преподавания. У меня был хор, у меня были солисты, у нас постоянно всегда были мероприятия, вечера. Вот мы каждый год обязательно справляли, каждый армянский, народный праздник. И обязательно, конечно, 24 апреля мы организовывали вечера памяти. Обязательно это. Ну, мы до сих пор дружим. Хотя сегодня моя деятельность мало связана с армянским центром, но когда бывает то, что нужно мое творчество, я обязательно, конечно, присоединяюсь. Вы также занимаетесь благотворительной деятельностью. Откуда возникла такая идея и чем конкретно вы занимаетесь? В 2016 году, когда я начала ходить по детским домам, меня сначала пригласили на благотворительный концерт, помощь ребенку. Сборы были у ребенка, и у меня там был сольный концерт. После этого меня пригласила еще благотворительный фонд. То есть после приглашения таких я поняла, что я не хочу уходить из этого дела, что мне нравится дарить радость. Пусть даже не столько деньгами помочь, сколько именно душевным отношением, общением, своим талантом. Вот это я поняла важнее. Да, деньги само собой, лечение без денег не проходят. Но очень часто детям вот именно внимания не хватает. Потому что, как правило, дети и инвалиды, они закрыты дома. У них очень мало общения. И в 2016 году я создала команду Добра и назвала ее Солнышко. И вместе с этой командой мы уже ходили по реабилитационным центрам. Мы организовывали концерты для них, готовили подарки. К нам присоединиться уже, стали присоединяться очень много спонсоров, организаций, которые тоже хотели поддержать, быть включенными в это дело, но не знали, как начать и что делать. И, конечно, они присоединялись к нашей команде, готовили для них подарки. А мы от себя уже готовили для них веселые, показательные номера, интересные для них. А еще бывали случаи, когда нам звонят, говорят, «Эй, Куи, вот мы слышали о вас. Вот у нас есть девочка, которая вот об этом-то таком-то деле мечтает». И мы, конечно, стараемся осуществить мечту детей, которая, ну, в принципе, нам по силу. Поговорим о работе в условиях карантина. Удается ли осуществлять запланированное или какие-то проекты пришлось отменить? Ну, думаю, как у многих, много чего пришлось отменить, да. Но мне повезло, до карантина мы успели заснять клип, поэтому особо скучать не пришлось в карантин. Мы занялись ее продвижением. Вот. Обработка, да, создание самого клипа цельного и ее продвижение. Конечно, мы изначально этим занимались. А потом, естественно, многое было закрыто для нас. И, ну, на данный момент я работаю. Я не сижу дома. Я не из тех людей, которые любят сидеть дома. Я, можно сказать, с ума схожу от этого. Поэтому я стараюсь дома не сидеть и работать, конечно. Хайкуи, вы отметили, что до карантина вы сняли клип с участием детей. Расскажите подробнее об этой работе. Клип мы сняли 23 февраля. Клип называется «Отмените войну» на песню Татьяны Ветровой. Может, даже ее очень многие слышали, потому что песня была создана в 2001 году. Как все сложилось? Совершенно все случайно. Спонсор нашего клипа, компания «Уралкрепеж», директором которого является папа моей ученицы, однажды приходит и говорит, «Тайкуи, вот мы ходили во время войны в Донбасс, везли помощь детям». Говорит, вот я хочу, он там несколько кадров сделали, я хочу, чтобы моя дочь спела эту песню, и мы эти кадры включили. Для меня сначала показалось, что он там видео снимал вот этой войны. Я говорю, хорошо, давайте сделаем. А когда он мне отправляет записи, все оказалось, что там даже не видео, а фотографии. Я говорю, Алексей, хорошо, давайте тогда мы сделаем так, что мы снимем этот клип, но мы снимем и покажем войну, а в конце мы просто укажем, что вы наш спонсор, и что вы несли помощь детям. Вот. И я начала искать автора, потому что без разрешения автора мы это дело не могли начать. Искала, а потом оказалось, что автор находится в Севербайкальске. Вышла на связь. И так получилось, у нас 9 февраля в Москве премия продюсеров, куда я ездила, и в этот день, получается, автор песни через фильм едет в Москву. А я, естественно, тоже. Она сюда едет, я еду в Москву. Что делать? И вот как раз-таки, если вы посмотрите клип, там в конце есть такой сюжет с автором. То есть она рассказывает о песне, как все зародилось. У меня сразу появилась идея, хорошо, если я не могу ее лично встретить, тогда пусть встречает именно тот, кто будет петь эту песню и как раз познакомится. И попросила, чтобы это все засняли, зафиксировали, или это на память, а потом это оказалось еще, что нам пригодилось в клипе в конце. Вот. Потом, когда я приехала, буквально 23-го, мы сразу же сняли клип. В клипе я нашла сначала 25 национальностей детей. То есть там дети все разных националистей. Остались 15 национальностей детей по всей России, которые, ну, пока-нибудь в фильме я смогла найти. И чем интересен, вот какая была задумка этого клипа, что взрослые, отмените войну. Это касается не только России, не только Армении, да, всего мира. Что вот отмените войну. И как раз-таки очень интересно, что моя идея и вот эта идея автора, которую она хотела передать через песню, они настолько схожи были, что вот все сложилось очень гладко, очень правильно, и клип действительно получился очень хороший, очень трогательный. Хайкуе, расскажите о планах на будущее. Планы на будущее? Да, это продюсерский центр. Мой личный продюсерский центр. То есть после карантина обязательно, конечно, фонд появится. Будет фонд поддержки и развития современного кино и искусства. О названии пока не говорю, потому что еще не решено. Я сейчас думаю оставить то название, которое задумали изначально, или поменять. Но скоро обязательно об этом услышите, увидите. Вот, и, конечно, самое главное, это мой продюсерский центр, где я буду с малого возраста растить именно артистов, снимать клипы, вкладывать весь свой талант, свои идеи вот в эту работу. Хайкуе, вы также создали «Чудо-мазь», о котором вы рассказывали в ваших других интервью. Интересно поговорить также об этом. Откуда возникла такая идея, и сами ли вы ее создаете собственноручно или заказываете? Мазь зародилась на самом деле в Армении. Тогда у меня сын заболел, и надо было его вылечить для начала. И что делать? Мы ходили в три больницы, и в Ереване, и там, где мы жили, и везде сказали, что конкретного диагноза нам не дали. Везде разный диагноз сказали. Поэтому и отправляли на операции. А что делать ребенку полтора года? Что делать? Какая операция? Как-то это сидела, ревела, конечно, долго, как мама, любящая мама. Что делать? Начала копаться в интернете. Скажем, от этой болезни, от той болезни, от третьей болезни. Что может помочь? Как найти решение этому, чтобы не положить ребенка под нож? Ну, в принципе, собственно, оттуда и зародилась. Я когда нашла, как варить эти мази, какие травы, все сидела, вычитала. Собственно, все оттуда и началось. Конечно, я начала использовать ее со страхом. И оказалось, что та проблема, которая у нас была, ее абсолютно не стало видно. И врачи на меня посмотрели. Что вы сделали? Я говорю, я его вылечила. Вот. И после этого, конечно, я начала ее постоянно варить и держать дома. Она очень хорошо помогает от всяких болей, от трещин на руках. У меня вот в Армении была проблема с руками. У меня от воды той начали трескаться кожа. И у меня до костей вот кровило. И я не могла найти никакое решение. И вот, в принципе, опять вспомнив, что вот можно мазью пользоваться, я начала ее снова использовать. И увидела, что да, она и при этом помогает. Я начала уже больше, больше интересоваться. Вот мазь в процессе. И до сих пор мы ее изучаем. Хайкуи, спасибо вам большое за интервью. Желаем вам творческих успехов. И ждем вас в Армении. Благодарю. Очень рада была встрече с вами. Надеюсь, что скоро мы приедем в Армению. И не просто отдохнуть, а с каким-нибудь творческим вечером приедем. Да, и ваши зрители тоже познакомятся с нами. Хотя очень многие уже меня слышали и знают. И для наших зрителей мы бы хотели включить один из ваших клипов. Милые, добрые, взрослые, отмените войну. А я разноцветными звездами украшу для вас весну. И нарисую вам солнышко, которое будет смеяться. И больше не буду плакать. И больше не буду бояться. Самые умные, взрослые, сделайте что-нибудь, Чтобы войныщу грозную как-нибудь припугнуть. А я из песка вам настрою домиков, чтобы играться. И больше не буду плакать. И больше не буду бояться. Там, где идет война, Детям нельзя играть. Там, где идет война, Нельзя цветы забирать. Там, где идет война, Ни кто на вопрос не ответит. За что во все времена Погибают невинные дети? Милые, добрые, взрослые, отмените войну. А я разноцветными звездами украшу для вас весну. И нарисую вам солнышко, Которое будет смеяться. И больше не буду плакать. И больше не буду бояться. Там, где идет война, Детям нельзя играть. Там, где идет война, Нельзя цветы забирать. Там, где идет война, Ни кто на вопрос не ответит. За что во все времена Погибают невинные дети? Г поехали. Где идет война, Нельзя цветы забирать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok